В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Сотрудники госавтоинспекции бьют тревогу. Велосипедисты осуществляли со стороны населенного пункта Спаска в сторону города Владимира. На данном участке дороги один из велосипедистов двигался по проезжей части, где был на него совершен наезд. Вы видите следы торможения. После дорожного происшествия автомобиль съехал на противоположную обочину. Трагедия случилась 9 апреля около 9 вечера в километре от села Спаское. 16-летний велосипедист, житель микрорайона Юрьевец вместе с сестрой возвращался с велопрогулки. Мальчика сбил внедорожник Тойота, ехавший в попутном направлении. За рулем был 56-летний Владимирец. По информации госавтоинспекции, с места происшествия он не убегал и был трезв. От полученных травм велосипедист скончался в карете скорой помощи. Сегодня на месте аварии свежие цветы. Вероятно, их принесли родные и друзья подростка. Как сообщают дорожные полицейские, специалистам предстоит изучить все детали этой аварии. Все причины данного происшествия будут устанавливаться в рамках следственных мероприятий. И степень виновности участников дорожного движения также будет оценена. Что касается несовершеннолетнего, то в момент ДТП на его одежде отсутствовали свето-возвращающие элементы. На велосипеде был установлен один катафод. В 2018 году это первая гибель велосипедиста в нашей области. Но велосезон только начался. Сотрудники ГАИ бьют тревогу. В прошлом году на дорогах области произошло 90 подобных ДТП. В них погибло 14 человек и более 80 получили травмы. Причем в каждом третьем случае участниками аварии были несовершеннолетние. Опытный велопутешественник Виталий Кепин рассказывает, что и сам не раз чудом избегал ДТП. Дело в том, что любители двухколесного транспорта до сих пор остаются неравноправными участниками дорожного движения. Автомобилисты их попросту не замечают, а сами велосипедисты теряют бдительность. Спасти жизнь велосипедисту иногда помогают простые правила безопасности. На дороге быть ярким, красным, оранжевым, белым, кислотным, должен быть таким. Ничего черного, как у нас большинство катается, обратите внимание, ни зеленого, ни камуфлированного, никаких наушников. Опять же, есть неписанные правила, но это и в туризме, и в велосипедисте тоже. В вечернее время суток, в темное время суток на дорогу лучше не выезжать. Это спокойнее будет. Хотя сейчас есть фонарики, и в общем-то правила разрешают. Но по факту, ну я часто общался с участниками аварий, ну не часто общался. Стандартный ответ, и он искренний ответ всех автомобилистов, я его не видел. Велосипед тоже должен быть заметен на дороге. Лучше всего, если светоотражающие элементы находятся и впереди, и сзади, и на колесах транспортного средства. И, возможно, тогда трагедии на дорогах удастся избежать. Никита Каргаев, Маргарита Махрова, Александр Мажаров и Артем Горчаков. Шестой канал. Со снегом сходит и резиновое покрытие. Лестница на вокзальном спуске после зимы требует дополнительного ремонта. В декабре прошлого года, чтобы люди здесь не падали, ее ступени были покрыты специальным резиновым материалом. Но по весне в некоторых местах он начал отваливаться. Татьяна Данилова продолжит тему. Еще недавно эта лестница на вокзальном спуске была опасна для здоровья. В морозную и дождливую погоду владимирцы частенько падали на этих ступенях. Полосы и насечки антискольжения не помогали. В итоге в декабре прошлого года лестницу прорезинили. Владимирцы старания городских чиновников оценили. Но вот снег растаял, и в некоторых местах на резиновой крошке появились залысины. Терять такую защитную поверхность людям не хочется. Отремонтировать еще получше, сделать такое же покрытие, но понадежнее. Больше резины и добавить порочень для детишек, где все-таки с детьми тоже ходят. Ну, конечно, починили, чтобы все это несли в корректировке, так скажем. Вот только сейчас думали об этом, потому что хорошо положили резинку. Зимой каково было? Зимой скользко? Зимой скользко. Конечно, лед мало убирают. Зимой было скользко. Лестницу на вокзальном спуске, а это 112 квадратных метров, резинила местная фирма за 195 тысяч рублей. В ней нам сообщили, что резину стелили в экстремальных условиях, в непогоду. Несмотря на это, покрытие прижилось. И результатом предприниматели довольны. Результат очень хороший. То, что она там в четырех местах отошла, наступит вот сейчас сухой, теплый период. И мы обязательно подъедем и подремонтируем. То есть, на наш взгляд, по сравнению с тем, что было, это очень хорошо. Заделать дыры обещают в ближайшее время. Как говорят в компании, это не потребует особых вложений. К слову, эксплуатируется эта лестница в довольно жестком режиме. Ежедневно по ней спускаются и поднимаются тысячи владимирцев и гостей города. Кто-то идет с тележкой, кто-то с коляской, а кто-то на шпильках. Но резина все стерпит, уверяет производитель. Лет 10 точно. В мэрии нам ответили, что вокзальная лестница на особом контроле. Гарантийный срок этого покрытия составляет 3 года. Поэтому не стоит волноваться, как сейчас будет проведена инвентаризация. И все недочеты, все то, что там произошло с покрытием после зимнего периода, будут восстановлены. К слову, инвентаризацию проведут не только на вокзальном спуске. Сотрудники управления ЖКХ проверят, как пережили эту зиму все городские лестницы Владимира. Татьяна Данилова, Артем Горчаков, 6 канал. Отстаивают тротуар. Жители улицы Лакина боятся остаться без единственной пешеходной дорожки. Тротуар, по которому ходят люди, в том числе пожилые и дети, перекопали под автостоянку. Парковка находится на частной территории, и собственники решили оградить ее забором. Теперь жители окрестных домов вынуждены ходить по грязи или по проезжей части между машинами. Законно ли было ломать пешеходную дорожку, разбиралась Валентина Мартынова. Сделали мне дорогу, вот до этого, до большого дерева. Здесь дорогу сделали, он все сломал. Дорожку? Дорожку из крошки. От дорожки, про которую рассказывает Лидия Мартынова, сейчас уже ничего не осталось. Хотя о ее строительстве она хлопотала лично. Говорит, когда-то в этом дворе за 149-м домом по ямам и рытвенам пройти было невозможно. Пенсионерка даже два раза ломала руку. После добилась, чтобы чиновники сделали тротуар. Да, дорожку сделали, но руку, вот видите, рука не сгибается. Вот только теперь все вернулось на круги своя. Несколько лет назад жители 149-го дома организовали здесь автопарковку. Ходить по тропинке приходилось среди машин, как придется. А этой весной и вовсе старший по дому пригнал технику и тротуар перекопал. Привез машину этих кирпичей, потом он их трактором разбил и здесь месиво сделал. И где же нам ходить? И нам ходить здесь, конечно, очень тяжело. И здесь ходят не только вот мы с нашего дома, а все вот, что за дорогой, сельцо так называемое, те и тоже мимо нашего дома идут, и этой тропкой. И все рядом там, а тоже дети. А вы здесь каждый день ходите? Конечно. Так сложилось, что именно через этот двор люди ходят в детский сад и школу, а еще к пешеходному переходу через Пекинку, к дачам и гаражам. И сейчас прохожие, особенно пожилые, на перерытой территории действительно испытывают трудности. Здесь очень плохо ходить. Плохо. А я вот слепая, ничего не вижу, я за все кочки задеваю. Жители 149-го дома уверяют, их старший по дому законы знает. И если что-то ломает, тротуар, например, значит, имеет на это право. Вот он, около дома. Все приводит в порядок, все делает, все нормально. Для дома дело-то много. Я не думаю, что там устроит какой-то бардак. Я про стоянку ничего не знаю, только я говорю, кирпичей-то зачем, а он думал. Это все временно. Все это временно, все сделаем. Вот и все. Но не все же сразу. Территория под стоянкой, собственность жильцов, объясняют люди. И ставить там машины – решение общее. Во дворе для них просто нет места. И нашему дому тогда негде ставить. Да, конечно. У вас вот ваша земля. Вот ваш дом. А там не ваш дом. И сзади дома наша земля. Не надо, не надо. Как не надо, 7 метров. Пока сзади мерили. Не надо. Граница земельного участка 149-го дома нам подтверждает в управляющей компании. По кадастру за домом в собственности жильцов 8 метров земли в длину от фундамента. На ней собственники машины ставили много лет и ограждали их столбиками с цепочками. Вот только с прошлого года такие ограждения запретил закон. Поэтому сейчас автостоянку приходится срочно реконструировать. Люди обязаны огородить территорию забором. Соответственно, жители начали сейчас оформлять свою стоянку официально. У них есть протокол у собственников 149-го дома. Они сегодня в органах реактивы городской администрации оформляют данный земельный участок под парковку для того, чтобы там поставить забор. Да, возможно. Соседям будет не совсем удобно. И старые маршруты придется как-то корректировать. Самое оптимальное решение, объясняет директор управкомпании, собственникам окрестных домов договориться и сообща решить, где проложить новый тротуар. Сместить его на несколько метров в сторону территория двора позволяет. Правда, там уже земля муниципальная. А значит, надо писать коллективное обращение в администрацию района. Валентина Мартынова, Артем Горчаков, Илья Фомин, Шестой канал. Сегодня во Владимире горел автовокзал. Такова легенда учений Владимирских спасателей. Задача пожарных посмотреть, как сотрудники автовокзала готовы к ЧП и отработать действия по спасению людей на таком сложном объекте. О том, как проходили учения и что пошло не по плану, расскажет Никита Королев. Пожарные тревоги По легенде учений пожар начался на нижнем этаже в автопарке. На вызов пожарных ушло драгоценное время. Дозвониться получилось только через минуту. И еще две диспетчеру понадобилось, чтобы понять ситуацию. Нужен срочно расчет пожарной команды. Позвонила. Да, это вокзал, автовокзал. Срочно приезжайте. Это первый этаж здания автовокзала. Давайте. Алло, здравствуйте. Нет, это первый этаж, цокольное здание автовокзала. Самый первый этаж. Да, срочно выезжайте, высылайте. Мы уже сгорели давно. Ну а уж приехали пожарные на вызов быстро. Видимо, непредупрежденным обучениях оказался только диспетчер. Попав в темный и, по легенде, задымленный гараж, спасатели принялись искать очаг возгорания и пострадавших. По легенде, горело сразу три автобуса. Рядом с одним из них нашли двух условно пострадавших. На них сразу же надели кислородные маски и вывели из задымленного помещения. Поговорим. А дальше огнеборцы принялись тушить условный пожар. Происходило это без воды и пены. Видимо, чтобы не навредить чужому имуществу, тушение, как и само горение, сымитировали. Ну что, ручка какая-то, да? Для подачи пены в средней кратности. Пену подаете сейчас? Инсловно, да. Имитация, вернее. Да. Условный очаг возгорания потушили минут за 15. Начальство своим подчиненным пожарным поставило четверку. И то, потому что были условно пострадавшие. Впрочем, сами спасатели, которым довелось тушить реальный автобусный пожар, рассказывают, что на деле такое ЧП было бы совсем с другими последствиями. На самом деле, конечно, если автобус загорается, происходит моментальное его горение. То есть он сгорает буквально в считанные минуты. И по прибытии уже наших подразделений происходит только его дотушивание. В реальности, конечно, это все было бы гораздо дольше, гораздо все сложнее. Я еще раз говорю, практика отличается от теории. Работавшие на учениях спасатели действиями сотрудников автовокзала остались довольны. По их соображениям, людей из здания охрана вывела оперативно. И все же на распашку двери во время эвакуации никто не открыл. Хотя руководство автовокзала нас заверяло, что инструктаж их подчиненные проходят. И как вести себя во время ЧП знают. В любом случае при эвакуации двери должны спокойно распахиваться и открываться. Вторая створка была закрыта, вот мы видели ее лично. Это ненормально? Ну, это ненормально, я еще раз говорю. Вы признаете? Это надо рассматривать и проверять, в связи с чем это было. Какие там человеческие факторы кто-то забыл, не открыл. Или еще с чем-то это было связано. Как нам рассказали в тревожном ведомстве, последний раз автовокзал проверяли 4 года назад. Тогда найденные нарушения были устранены. Впрочем, по закону такое предприятие относится к категории среднего риска пожарной опасности. И проверяются только раз в 7 лет. Сегодня спасатели отчитали, что пожарная сигнализация сработала, запустилась и система оповещения. Вот только вопрос в том, как она работала. Что касается пожарных выходов, то они изнутри заперты не были. Это по информации МЧС. Но и полностью их никто не открыл, как мы в этом сами убедились. В ближайший месяц спасатели вместе с прокурорами Владимира проверят на пожарную безопасность около 40 объектов. Автовокзала в их списке нет. Так что мы просим надзорное ведомство обратить внимание на этот сюжет и прийти на автовокзал с неочередным рейдом. Никита Королёв, Александр Мажаров, 6 канал. Здание бывшего областного сборного пункта, что рядом с мостом на Большой Московской, снести. Такое громкое заявление сделал сегодня главный военком области. Помимо этого, Владимир Кручинин рассказал о том, что пришло в армию на смену дедовщине. А также поделился планами по набору солдат на весенне-летнюю призывную кампанию. Обо всем по порядку. Расскажем далее. Здание аварийное и нахождение людей там невозможно. Работу областного сборного пункта на Большой Московской Ленинский райсуд запретил еще в 2015 году. Призывников стали отправлять в армию из Октябрьского военного комиссариата на улице Лермонтово. Все эти три года военные решали, что делать дальше с областным сборным пунктом. Решили сносить, но боятся за судьбу соседних зданий. Министерством обороны, по моему ходатайству, принято решение о сносе этого здания. Сейчас решается вопрос, кто будет это производить. Если сейчас убрать это здание, я боюсь, как бы не пошло сверх здания, начнет давить на грунт и пойдет сползание грунта, то есть там наверху банк стоит. По словам Владимира Кручинина, самым идеальным вариантом будет не снос, а восстановление. Однако для этого нужен инвестор. Когда он появится и появится ли, неизвестно. Зато областному военкому известно, что сейчас в армии дедовщины нет. Вот правда солдатская жизнь слаще не стала. На смену этой проблеме пришла другая. Это поборы. Да, поборы есть. У нас, допустим, во Владимирской области таких моментов не было скрыто. А вот в отдельных частях это было. И все офицеры, которые за это были взяты за руки, за поборы, они все привлечены к уголовной ответственности. Однозначно они все уволены. Еще одна нашумевшая история – это вызов на медкомиссию парализованного человека. В октябре прошлого года сотрудники Фрунзенского военкомата обязали Федора Борайловского, призывника инвалида, лично явиться в учреждение. Бумаг, принесенных его матерью, по всей видимости, было недостаточно. Разобравшись в инциденте, Владимир Кручинин заявляет, пребывать лично юношу никто не заставлял. А его родственникам, чтобы оформить военный билет негодному к службе молодому человеку, действительно необходимо было предоставить ряд документов. По закону написано, что для того, чтобы поставить их на воинский учет, приносится заверенная справка с органами медико-социальной экспертизы из того учреждения, где он находится, стоит на медицинском учете. Личное присутствие не требуется? Нет, личное присутствие не требуется. Весенне-летний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. По плану, область должна отправить в армию 1310 человек. Военные напоминают уклонистам об уголовной ответственности. В прошлую осенне-зимнюю кампанию таковых было 10 человек. Семь из них были оштрафованы на суммы от 20 до 90 тысяч рублей. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Региональное управление МЧС информирует об усилении ветра. Порывы до 20 метров в секунду продлятся до 11 апреля. В это время повышается риск обрыва линий электропередач, обрушения рекламных конструкций и старых деревьев, возникновение ДТП. Проявляйте осмотрительность, а машины оставляйте в безопасном месте. А теперь коротко о других новостях. Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня утром на Нижней Дуброве. На фото из соцсетей видно, что троллейбус столкнулся с легковушкой ВАЗ-2115, которая, вероятно, пыталась проскочить и совершить поворот. В госавтоинспекции нам сообщили, что это ДТП по сводкам не проходило. Видимо, это надо расценивать так, что обошлось без пострадавших. Мост через Клязьму в Вязниках снова разведен, чтобы на плавную конструкцию не повредили льдины. В результате временно ограничено прямое транспортное и пешеходное сообщение с 17 населенными пунктами в заречной части Вязниковского района. В них проживает 714 человек, среди них 72 ребенка. Напомним, единственную местную переправу через Клязьму при весеннем половодье разводят ежегодно. Но из-за аномально теплой погоды понтонный мост разобрали и в декабре 2017-го. При этом, по данным тревожного ведомства, ситуация все время находилась под контролем. А вот местные жители утверждали обратное. Как заверяют спасатели, сейчас люди, отрезанными от большой земли, не останутся. На время разведения моста переправиться по реке можно на двух лодках. Ежедневно с 7 утра до 17.30. А вот автовладельцам придется совершать объезд в лишние 100 километров через соседние населенные пункты. Нефтепродукты отравили почву? Собинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения земли на одной из улиц Лакенска. Там обнаружили темные пятна со стойким запахом нефтепродуктов. Анализ проб показал, что на земельном участке площадью 584 квадратных метра загрязнение превышает допустимую концентрацию в среднем в 108 раз. Размер нанесенного экологии вреда составил около 2 миллионов рублей. Сейчас правоохранители пытаются установить, кто мог оставить такие следы. По одной из версий, утечка нефтепродуктов могла произойти из автоцистерны. Ведется расследование. Денежные выплаты в честь Дня Победы. По информации областной администрации, в апреле их получат более 6 тысяч жителей региона. Среди них вдовы погибших в Великую Отечественную, инвалидов и ветеранов войны и других боевых действий. Вдовы граждан, пострадавших от радиационных катастроф. Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время. Размер денежного подарка составит 3 308 рублей. Всего из регионального бюджета на эти выплаты выделили более 20 миллионов рублей. Вернулись с наградами. Владимирские спортсмены стали призерами и победителями первенства России и всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту. Они проходили в Краснодарском крае в горной местности. 170 спортсменов из 13 регионов страны соревновались в разных дисциплинах радиопеленгации. Владимирскую область представляли 20 ребят от 10 до 17 лет. В общей сложности они завоевали 4 бронзовых, 6 серебряных и 2 золотых медали. Все выплаты через компьютер. С 1 июля в России заработает единая государственная информационная система. Она будет содержать сведения о всех социальных выплатах в стране. Новый интернет-портал начнет работу и во Владимире. Сегодня в пенсионном фонде чиновники обсудили, как в новую систему идет загрузка данных. Портал создается в первую очередь для удобства граждан. В личном кабинете пользователь сможет посмотреть, какие выплаты по закону положены именно ему. Система позволит упростить сбор документов при обращении в органы соцзащиты. Для входа в систему нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг. Все данные о социальных выплатах будут оперативно обновляться. Доступ к системе получат и надзорные органы. Сейчас, на данный момент, у нас идет процесс именно первичной загрузки. Как только мы ее закончим, соответственно, система будет создана. А уже все остальные надстройки к этой системе, статистическая отчетность какая-то, предоставление запросов от органов власти, это все будет в дальнейшем. Уже сейчас этой системой интересуются и счетная палата, и казначейство. То есть при выезде в регионы запрашиваются данные из этой системы и проверяется использование бюджетных средств как раз в каждом регионе. На этом у нас все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите наши новости и в интернете в прямом эфире на сайте 6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут 12-15 градусов со знаком «плюс». По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет ясно и преимущественно без осадков. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-западного направления до 20 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%.